Поздравить с Днём Независимости участников и свидетелей Великой Отечественной войны отправились представители депутатского корпуса. Мария Антоновна Николаева в эти дни всегда в ожидании гостей. На этот раз с цветами и подарками к ветерану приехал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Писаник. Мария Антоновна Розович, вот перед столь таким большим праздником нашим Днём Независимости и освобождением нашей страны от немецко-фашистских захватчиков поздравить вас, непосредственными участниками всех событий, участников Великой Отечественной войны, пожелать вам от себя лично, от районного исполнительного комитета Мозырского здоровья, долгих лет жизни. Большое-пребольшое спасибо. Такая от нас от вывеска, цветы. Я очень благодарна за всё, то, что делает правительство нашим Мозырским, то есть, то, что такое большое внимание даётся всем ветеранам войны, участникам, вот. Я счастлива тем, что я дожила даже до такого времени, что у нас Мозыр стал красивым. Марии Антоновне 98, но она и сегодня досконально помнит события тех лет. В 41-м году, в июле месяце, мы эвакуировались из города Мозыра. Нас на баржах тянули до самого Днепропетровска. В Днепропетровске нас погрузили в вагоны. И, короче говоря, по железной дороге нас дотянули до Северного Кавказа. Я работала в штабе полка, в 356-м запасном, в 356-м запасном полку. Воспоминания ветеранов – это великая ценность. Их рассказы – это живая история. Хочу сказать, что нахожусь ещё под впечатлением увиденного, услышанного, потому что вот участница Великой Отечественной войны, 98 лет, ясный ум, память. У нас такая вот светлая энергия от человека исходит, который на своём веку, без малого века, испытал столько горя. Вот это вот, это достояние нашей страны, достояние нашего Мозырского района. Я уверен, что то, что ими было защищено, то, что было создано, оно будет развито и подхвачено нашей молодёжью. Депутат Палаты представителей Валентина Назаренко тоже отправилась по заветным адресам. Иван Антонович Квафик встречал дорогую гостю при полном параде. В начале войны он сначала ушёл в партизаны, а затем и на фронт. Примите искреннее поздравление с Днём Независимости, 76-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Мы знаем, что эти вот два события – это символ мужества, героизма. Мы очень благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто работал в тылу, подпольщикам, партизанам за мирное небо, под которым мы сегодня живём, работаем, растим детей. Олег Слинько, член Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сегодня тоже выполнял приятную миссию. Разрешите нам от МОИ, от членов Совета Республики, от меня лично, Слинько Олега Михайловича, членов Совета Республики, поздравить вас с наступающим Днём освобождения Республики Беларусь, с наступающим Днём Независимости Республики Беларусь. Мы сегодня поздравляем ветеранов, это действительно зеркало нашей истории. Только из ваших уст можно узнать, как было тяжело в те годы. Руководство района, депутаты, общественность в эти дни посещают не только ветеранов, но и тружеников тыла, блокадников Ленинграда, всех людей, которые были и остаются живыми свидетелями кровавой истории. Анна Фёдоровна Лаврук пережила войну, будучи подростком. Было и холод, и холод, и лагерь, 6,5 месяцев, и не емший под открытым небом, и всё. Потом и на окопах 14 лет. Предстоящий праздник День Независимости – это возможность ещё раз вспомнить историю, вспомнить войну, чтобы по-настоящему ценить мир. Дорогие мазыряне и гости нашего города, примите искреннее поздравление с Днём Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Единство этих двух событий – это символ мужества, доблести, самоотверженности, любви нашего белорусского народа к нашей Родине. И наша сегодня задача – своим доблестным, честным трудом трудиться, работать на благо нашей Родины, на благо нашей страны. Мы должны поддерживать ту связь поколений, чтить и хранить те традиции для того, чтобы наша страна была ещё краше, богаче, и чтобы наш белорусский народ жил достойнее. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.